На улицах Ставрополя идут рейды по пресечению незаконной торговли. Уличные прилавки не только портят облик города, но и могут серьезно навредить здоровью. Молоко и творог под палящим солнцем, рыба и фрукты по соседству с центральной дорогой. Уже несколько месяцев каждый день на борьбу с такими точками выходят три выездные группы. Среди них представители администрации МВД и Роспотребнадзора. Но уличные торговцы непобедимы. При виде проверяющих кто-то собирает товар, а кто-то и вовсе спасается бегством, оставляя свои импровизированные прилавки. Торговля, как правило, осуществляется с рук, лотков и, соответственно, с каких-то развалов, которые не соответствуют требованию ни санитарных норм, ни требованию действующего законодательства. Причем лишать горожан заработка никто не собирается. Любой дачник может торговать на ярмарках выходного дня, площадках акции овощи к подъезду и, собственно, на рынках. Они свободно могут вместить более 1700 уличных продавцов. Например, на верхнем рынке специально для таких торговцев оборудовано более 100 мест. Причем плата за них весьма символична – от 20 рублей. Такая льготная цена для дачников. Крупные поставщики заплатят до 120 рублей. Плюс 25 за анализ продукции в лаборатории. Места можем предоставить, пожалуйста, любому, кто желает прийти, кто торгует у нас незаконно в городе, вот на вот этих всех нестационарных торговых местах. Мы всех приглашаем. Но, несмотря на минимальные расценки, даже льготные места пустуют. Причем чаще всего причина тому не 20 рублей. И не конкуренция, а простое незнание. Почему на рынке не продаете? Ну, я и не знала. Я думала, можно прийти здесь продать. Я не знал. Я не знал. Но теперь буду знать. С вашей помощью я пойду. На рынок пойдете? Да, конечно. А зачем мне протоколы лишние? И не только протоколы. По закону штраф за незаконную торговлю составляет от 3 до 5 тысяч рублей. За этот год зафиксировано нарушение более чем на полтора миллиона рублей. Взыскано почти полмиллиона. Простить нельзя. Я больше не буду тут. Нельзя. Но и здесь стараются относиться с пониманием. К примеру, бабушкам с ведром яблок проводят разъяснительные беседы и обходятся предупреждением. О том, что такие покупки кот в мешке, информируют и самих граждан. Дорога рядом, пыль, грязь. Как можно покупать это, а потом есть, чтобы потом отравиться. Рыбу продают, молоко, сыр, творог. Это вообще недопустимо здесь. Вообще. Потому что это безобразие. Это мусор. Надо на рынке покупать. Так безопасно. Тем не менее, как говорится, на что спрос, на то и цена. И хотя большинство опрошенных против уличного бизнеса, он находит своих покупателей и не сдается в борьбе за место. Поэтому покупать или нет – выбор каждого.